Нельзя обратить проект вспять как преемница Меркель на посту главы ХДС относится к реализации «Северного потока-2». 14 февраля 2019 года, 18.39. Роман Шемаев, Анна Лушникова, Полина Политаева. Глава немецкой партии ХДС Анне Грет Крамп Каренбауэр, которая сменила на этом посту Ангелы Меркель, считает, что реализацию проекта «Северный поток-2» нельзя обратить вспять. Впрочем, она отметила, что не поддерживает проект всем сердцем. В то же время Крамп Каренбауэр раскритиковала действия представителей США, которые угрожали немецким компаниям санкциями за сотрудничество с российским бизнесом. В свою очередь, 14 февраля оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что уложено уже 600 километров трубопровода. Реализация магистрального трубопровода «Северный поток-2», который будет идти из России в Германию по дну Балтийского моря, завершена уже примерно на 50%. Об этом РИА Новости сообщил представитель компании-оператора Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер. «Более 600 километров было уложено», — подчеркнул он. Ранее финансовый директор компании Пол Коркаран рассказывал, когда будет завершено строительство трубопровода. По его словам, первую нитку «Северного потока», два сдадут в ноябре, вторую — в декабре. При этом по состоянию на январь было готово порядка 30% от общей протяженности трансбалтийского газопровода. Проект «Северный поток-2» состоит из двух ниток, общая протяженность маршрута — 1230 километров. Согласно технической информации, в год из России в Германию будет поставляться 55 миллиардов кубометров газа. У Берлина есть вполне легитимные экономические интересы в энергетической сфере. С таким заявлением выступила новый председатель партии Христианско-демократический союз Германии, ХДС, Анне Грет Крамп Каренбауэр, которая в декабре 2018 года сменила на этом посту Ангелу Меркель. При этом она заметила, что «Северный поток-2» является проектом, который она поддерживает всем сердцем. Также по теме. Проект выглядит приемлемо, как пересмотр газовой директивы ЕС может сказаться на европейском рынке энергоресурсов. Новые поправки в энергетическое законодательство Евросоюза могут быть приняты в течение ближайших недель. Такой прогноз сделал Генсек. Но основополагающие решения были приняты раньше. Нельзя просто обратить реализацию проекта вспять, пояснила она изданию. Крамп Каренбауэр подчеркнула, что речь идет об экономической инициативе, запущенной еще прежним правительством Германии. Как указала немецкий политик, даже на пике Холодной войны поддерживались стабильные экономические отношения с Россией. Отметим, что ранее желание услышать мнение Крамп Каренбауэр относительно магистрального трубопровода выражал министр иностранных дел Украины Павел Климкен. По его словам, «Северный поток-2» якобы несет непредвиденные геополитические последствия для всех европейцев. И поэтому было бы важно услышать ясную позицию главы ХДС по отношению к проекту и будущей российской газовой монополии в Европе, отмечал дипломат в беседе с немецким изданием «Байлд». Друзья так не поступают. Кроме того, глава партии Христианско-демократический союз Германии, ХДС, заявила, что, по ее мнению, угрозы возникновения зависимости Берлина от поставок российских энергоресурсов нет. Такие опасения на протяжении долгого времени высказывают США, а также их восточноевропейские союзники в лице Украины и Польши. Вопрос, станет ли Германия зависима от российского газа, оправдан. «Только мы сейчас строим и терминалы СПЭГ, например, для американского газа», сказала Крамп Каренбауэр. Вместе с тем глава ХДС подвергла критике официальных лиц США, которые угрожали немецким компаниям введением финансовых ограничительных мер за участие в строительстве трубопровода. «Не лучшее общение между партнерами и друзьями, угрожать друг другу санкциями», – заметила она. Напомним, что в начало 2019 года особо отметился американский посол в Берлине Ричард Гринелл, который отправил письма с угрозами санкций представителям немецкого бизнеса, а затем призвал ФРГ увеличить военные расходы из-за стоящей на пороге России. В этой связи он вновь призвал к отказу от участия в «Северном потоке» 2. «Не надо смешивать экономику с политикой». Приемница Ангела Меркель на посту главы партии Христианско-демократический союз Германии в очередной раз указала на бессмысленность угроз в адрес «Северного потока» 2, заметил первый зампредкомитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских. По его словам, это обусловлено тем фактом, что проект необходим не только «Газпрому», но и немецким компаниям. В газопровод вложено много денег, на берегу построена масса объектов, и он поможет немецким предприятиям, предоставив дешевый газ для потребителей. Германия не может отказаться от этого проекта, потому что не имеет смысла отвергать то, что выгодно. Руководство страны думает о немецких компаниях и о своем народе. Это экономический проект, в котором нет политики. «Газопровод скоро будет достроен и начнет поставлять газ европейским потребителям», заметил парламентарий в беседе С.А.Т. При этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов напомнил, что Соединенные Штаты всегда выступали против поставок газа с территории России, в частности из-за того, что это повышало конкурентноспособность европейской экономики. Также по теме «Россия – надежный поставщик», в ФРГ ответили на критику «Северного потока-2» со стороны США. Вашингтон выступает против строительства «Северного потока-2», чтобы нарастить поставки американского жиженного газа в Европу. Использование российского газа дает экономике ФРГ колоссальное преимущество. При этом немецкие компании участвуют в освоении месторождений вместе с российскими. Мы немцев пустили в добычу, они пустили «Газпром» в сбыт. Это очень серьезная история, нас связывают 40 лет отношений. Как можно в этой ситуации наступить на ногу собственной экономики? Задался вопросом эксперт. Как полагает Симонов, поставки голубого топлива необходимы Берлину даже больше, чем Москве. Это бизнес и экономика, не надо вмешивать туда политику. Очень хорошо, что молодое поколение немецких политиков понимает экономические интересы Германии. Не исключаю, что мы и новые трубопроводы можем начать строить, в контексте возможного расширения спроса на российский газ в Европе. Поэтому важно, чтобы они и дальше сохраняли прагматичность и помнили, что они немецкие, а не американские политики, пояснил Симонов в разговоре с RT.